ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мальбим мы читаем вначале перевод Мальбима, как Мальбим объясняет, что такое ценим. Ценим – холеабалиедейцена, это болезни, которые приходят из-за холода. Пахим – это пахеэшугафрит, а пахадгаэш, то есть это серные такие огни, горячее что-то. Ценим – это холодное, пахим – это горячее что-то. Так Мальбим переводит в комментарий, который называется перевод слов. Теперь объяснение Мальбима, но относительно короткое, в отличие от Гаона, который здесь очень много пишут. Мальбим объясняет, что холодные и горячие всякие препятствия подстерегают на пути того, кто идет кривым путем. Говорит Мальбим, что есть дэрихи шар, бэта галеходэнэ фэшгу дэрихэм цэй. То есть есть обычная такая прямая дорога, по которой человек следует, это то, что называется, мы много раз уже это читали, дэрихэм цэй – средний путь. И дорога, которая отходит, отклоняется от среднего пути в ту или в другую сторону, либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка. Эта дорога называется дэрихэкэш – дорога, которая путь кривой. Это то, что отклоняется от прямого пути. И Мальбим говорит, что Шнома Амеллах, используя для этого пример, который встречается в природе, что Авирмимузак – это вот такой хороший воздух, удобный воздух. Это тот, который удобен для всех созданий, которые существуют. Но человек, который склоняется в какую-либо сторону, либо чересчур жаркую, то он сгорает, либо его кровь как бы закипает, потому что в этом случае начинается засухание, засыхание. Что-то мит-я-бэш, что-то засыхает. И это называется пахим, это называется что-то горячее. То есть в переводе на русский язык – это горящие угли. А человек, который отклоняется в другую сторону, в сторону, когда недостатки, недостаток, хиссарон, то в этом случае получается избыток холода. И этот холод, он наоборот замораживает кровь. И это то, что называется ценим. То есть болезни, которые приходят посредством того, из-за того, что есть очень большой мороз. И обе эти вещи, они убивают тело человека. И то же самое по отношению к духовной жизни, что существует некий этарон, некоторый избыток, который связан с тем, что есть эш-боэр – горящий, пылающий огонь. И наоборот, холод, который все замораживает и приводит к рифьону, к ослаблению, к такому вот расслабухе. Поэтому человек, который хочет сохранить свою душу, он должен удалиться от обоих сторон и идти по прямой дороге, то есть по дороге, которая находится посередине. То есть мальбин идет по тому пути, который мы уже несколько раз упоминали. Рамбл, мы об этом говорили, что человек должен выбирать себе средний путь, среднюю дорогу. Не должен отклоняться ни направо, ни налево. В данном случае право – это на примере природы, это температура, горячность, лево – это холодность. И человек должен выбрать такой путь, который ему для него является универсальным, путь, который наиболее подходит. Человек, который отклоняется направо и налево в сторону холода или в сторону температуры, этот человек теряет. Этот человек либо мерзнет, либо наоборот. Гаон пишет на этот пасук очень длинный комментарий, и, вероятно, его надо целиком зачитывать, потому что иначе очень трудно его разобрать, но попробуем. Он говорит, что ценим, вот это то, что мальбин переводит слово «холод», это куцим, это колючки. А пахим – это угли, это действительно угли. И это то, что называется дорогой искривленной, потому что человек, который не находит маслуля, не находит своей лыжни, своего направления правильного, получается, что существует дорога, которая направлена, прямая дорога, прямой путь, Масилат, Ешарим, путь праведных. Но человек, который идет дорогой не прямой, а дорогой искривленной, то его подстерегают всякие горячие и холодные колючки, какие-то препятствия. И это препятствие, которое находится на дороге, поскольку это дорога, на которой нет людей, то люди не могут это препятствие убрать, и он на него натыкается. Поэтому человек, который старается сохранить свою душу, он должен удалиться от этих колючек, для того, чтобы их не было, этих препятствий, и идти дорогой, по которой идет много людей, потому что тогда эта дорога будет хорошо протоптана, и на ней не будет препятствий. Точка. Это как бы комментарий пшата перевода «пасука». Теперь начинается объяснение уже такое достаточно глубокое. Говорит Гаон, что о чем здесь идет речь. В Масекте Сота приведена очень известная гемора, которая приводит пример. Есть пасук, который мы уже читали, пасук, который тоже находится в Мишле, в шестой главе. Пасук, который говорит «Кенер Митсвава, Тора Ор, Ведери Хаим Тахохот Мусар». Что свечка является Митсвой, Тора является светом, а дорога жизни – это Тахохот и Мусар, это упреки и Мусар. Говорит Гаон, что здесь пасук связывает и подвешивает. Митсвава называет свечкой, Тора называет огнем. Митсвот называется свечкой, то, что хотят нам сказать, что как свечка, она не спасает, а только на время, пока она горит. То есть такой небольшой свет, который помогает во время горения, но полностью не освещает. Также Митсва, она не спасает, а только на время ее исполнения. Но Тора, она уподоблена огню. Это говорит тебе, что как огонь, то есть свет, он освещает и спасает, является щитом постоянно. Также Тора, она является щитом мира и щитом постоянно. Примером этого человек, который идет в дороге Байшун-Лайла-Вафила, когда дорога, в которой есть темнота и сумерки, ничего не видно. И он боится колючек, всяких углей и так далее, разных видов препятствий, которые встречаются на дороге. И также он боится зверей, разбойников и не знает, по какой дороге ему идти. И вот ему попалась свеча-факел, который ему как-то светит, и он спасается от колючек и от всяких препятствий, которые есть на дороге. Но он все еще боится зверей, разбойников и не знает, по какой дороге ему идти. И поскольку начался лодо-шахар, то есть зашла заря, то он спасается от зверей, потому что большая часть зверей, они днем не нападают на человека, а только ночью. И от разбойников листьям, которые тоже грабят ночь, это больше удобное для грабежа время, чем день. Но тем не менее он не знает, куда ему идти, поскольку заблудился. Наконец он приходит на Баршад-Драхим, на перекресток дорог, и теперь он спасся от всего. Говорит Галон, это гемора в соте, которая приведена здесь дословно. И теперь Галон и Вильна говорит, что вся эта гемора, весь этот Моамар, все это высказывание достаточно непонятно. Потому что здесь употреблены пять видов опасностей, которые подстерегают человека в дороге. Я даже не знаю, как их правильно переводить на русский язык. Пхатим, куцим, барканим, различные виды колючек, крапивы, я не знаю, что-то такого. Это первые три. Четвертые – это злые животные. Пятые – это разбойники. Употреблены пять опасностей, которые подстерегают человека в дороге. И человек не знает, по какой дороге ему идти. И мы не находим больше никаких мазикин, больше никаких видов ущерба, которые здесь названы. И почему именно эти только? Это первый вопрос, который интересует. Почему именно эти пять? И что они олицетворяют? Вторая – кушья. Здесь изменен порядок спасения. Вначале свечка посредством того, что она светит, есть огонь. И потом начинается Тора, который является большим огнем и так далее. И очень много деталей здесь названо. И каждая деталь что-то хочет осветить. И не очень объяснено, что каждая вещь, чему она уподоблена, и аллегория, чему является, Гемора умалчивает. Гаон начинает нам рассказывать об этом и рассказывать достаточно подробно. Он объясняет, что авейра, преступление, которое против Торы, которое делает человек, это первое из препятствий, которое ему встречается в дороге, которое называется пхатим. Митсва, которое уподоблено свече. Тора уподоблено огню. Тахахот мусар, упреки мусара, уподоблены паршат драхим. Это перекрестка дорог. Потому что известно, что человек состоит из четырех составляющих его элементов. Это тело. Я даже не знаю, как эти все вещи переводить на русский. Поэтому я скажу вначале на иврите. Гуф, нефиш, руах, нишама. Тело. И три уровня души. Первый из которых называется нефиш. Нижняя животная душа. Потом руах. Обычно переводится духи. Нишама это верхний вид души, о которой идет речь. И он говорит, что есть соответствия параллельно этим четырем элементам, из которых создан человек. Есть четыре элемента, которые являются четырьмя частями мира. Это домем, минералы, нерастительный мир. Цомеф, растительный мир. Хай, животный мир. И медабер, человек. Домем, он соответствует параллели, которые мы привели, между телом, частями человека и частями мира. Это часть, которая соответствует телу человека. Это домем. Цомеф, растительная часть, соответствует душе, которая отвечает за деление клеток, за рост, за какие-то биологические процессы, которые есть в организме. Руах соответствует понятию хай. Хай это жизнь, то есть двигательным функциям и так далее. И, наконец, руах это то, что оживляет все живое. И медабер, говорящая часть человека, то, что ответственное за дебур, за высказывание, это нашама. И в соответствии с этим есть четыре части, которые являются и садот алам, которые являются основными, не основными, а четырьмя элементами, которые создан мир. Это огонь, вода, ветер и прах. Он говорит, что прах, он соответствует телу человека и соответствует неживой части природы, домем. Вода соответствует нефиш и цемех. Потому что если добавить воду на какую-то вещь, которая посажена, тогда она начинает расти. И это соответствует... А, руах соответствует жизни, руаху. И огонь – это нашама, которая соответствует дебуру. Таким образом, четыре уровня в человеке соответствуют четырем уровням в мире. И это соответствует четырем и садот, четырем элементам, из которых создан весь мир. И все эти четыре вещи, в каждом из них есть еще пятая вещь. К ним относится еще пятая вещь. Здесь названы четыре вещи, но на самом деле есть пятая, которая к ним относится. И в других книгах, Гаон здесь этого не пишет, но в других книгах это многократно упомянуто, что это соответствует четырем буквам имени Творца, Юткой и Вавкой. И есть пятая, которая соответствует то, что называется Кацош и Ют. Это такая точечка, которая находится, верхняя точка над буквой Ют, первой буквы имени Всевышнего. Существует пятая вещь. В человеке пятая вещь – это то, что называется... Мы назвали три души, три уровня души, тело и три уровня души, и есть еще один уровень души. Верхний из тех, которые мы назвали, это нашама. Гаон говорит, что есть еще один уровень, который называется хая. Хая, окей, от слова хай – живой, но что это такое? Это нашама да нашама, это душа от души, самый верхний уровень души. Есть еще один уровень, у хаи тоже есть более верхний уровень, называется ехидо, но здесь он не называется. И вот эти четыре части, которые есть в мире, значит, вначале мы обсудили четыре части человека, и пятая из них – это хая. Теперь мы обсуждаем, что в соответствии с этим есть четыре хэлэка, четыре части удела, которые есть в мире. И пятый из них, более верхний, это то, что называется разум, сейхль. Дальше. Мы сказали, что еще в параллели, которые мы построили, есть четыре основы, основания, которыми создан мир. Это огонь, воздух, вода и афар. Афар – это земля, прах. Так вот, есть пятый из них, который называется шамаем небеса. Выше, чем эш, находятся небеса. Говорит Гаон, что в некоторых видах деления, которые приводятся в Зогаре, еще в каких-то книгах, написано, что эти пять, их надо разделить на три группы. Пять, которые существуют, они делятся на три группы. То есть, арба и садот четыре, и сода четыре основы, и пятая, о которой мы говорим, то есть небеса, их можно разделить в другом делении на три. А именно, небеса, земля и воздух. То, что промежуточное, которое есть между ними. Как мы это можем разделить? Объясняет Гаон и говорит, вода и прах, которые разделены на два, на самом деле их можно в какой-то системе обозначений обозначить одним, то есть эрец, землей. Потому что земля состоит из суши и воды, которая описывается в первых семи дней творения о том, что соберется вода в одно место и обнажится суша. Рох, то есть ветер. Если его соединить вместе с огнем и сделать из двух одну, то это, соответственно, называется авир, называется воздух. И, наконец, пятый из них, верхний, который ни с кем не соединяется, это то, что называется шамаем, небеса, то, что находится там. Таким образом, мы разделили, сделали новое деление, и пять основ выделили, разделили в три группы. И это то, о чем сказано в пасуке. «Бэшамай мимааль вааль арать метагат эйнот». Речь идет о том, что «Атагар это ладат, ты удостоился узнать, киашем гуэлаким, что Всевышний он Бог, бэшамай мимааль на небесах сверху и на земле снизу эйнот». Нету, кроме него, Бога. Таким образом, здесь деление разделено на три части, потому что здесь смешали вместе сушу и воду, прах и воду. И это то, что соответствует тому понятию, элементу, из которого создан мир, который называется неживой природой, нерастительным миром, который называется домем. Воздух и огонь вместе – это рох, и последний из них – шамаем, который мы тоже сливаем вместе, воздух и огонь, для того, чтобы вместе это образовало авир, воздух, воздушное пространство, которое существует, и, наконец, остается шамаем. И теперь у нас осталось только провести аналогию с пятью элементами, из которых состоит человек. Как они делятся на три? Это нефиш, нешама и хая. Пятый из них всегда будет отдельно, он будет настолько высокий, что ни с кем не объединен, он отдельно, это называется хая. Четвертый и третий мы объединяем вместе, а именно рох и нешама, и называем его названием нешома, и тело вместе с нижней частью животной души, которая отвечает за двигательные функции, за то, как существуют белковые тела и так далее. Его вместе мы называем нефиш, потому что гуф – тело, оно второстепенно по отношению к душе. Таким образом, у нас остается три уровня, из которых состоит человек. Это нефиш, нешама и хая. Поскольку тело и душа объединяются вместе, потому что нефиш – это то, что является шутфа де гуфа. Это является шутафом, компаньоном тела. И тело без нефиш, оно просто разлагается, оно не может существовать. И об этом сказано нер-хашем нишмасодом, что свеча Всевышнего – это душа человеческая. Окей, теперь он говорит, что нешама и рох объединены вместе, и хая выделены отдельно. Таким образом, получается пять, которые вкладываются в три группы вот таким вот делением. И у нас осталось еще разделить четыре части, из которых состоит мир. И пятая часть, мы сказали, что четыре части, из которых состоит мир – это прах, вода, воздух, огонь и, что было пятое, разум. Теперь, как их разделить на три? Потому что домэмитсамэх – это неживая природа и растительный мир. Они объединяются в одну общую группу, потому что там нет настоящей жизни, нет двигательных функций, это неживое. Хаэмидабэр – животные и человек тоже объединены вместе, потому что разница как бы достаточно маленькая. Но сейхэль – это то, что делает человека человеком, он выделен отдельно. Понятно, что он руководит дебуром, но тем не менее он выделен отдельно, и таким образом у нас получается три группы. Теперь, Ецергора, она работает против человека на этих трёх уровнях, которые мы сказали, а именно сверху вниз. Это что это получается? Сейхэль, дибур и домэм. Вот эти три гуф, вот эти три уровня, которым Ецергора воздействует, пытается справиться с человеком. Каким образом? Иногда Ецергора задракивает тело человека, а именно, например, как это происходит, что к телу человека приходят Исурим страдания на тело человека, для того, чтобы из-за этих страданий он был бетель Эда Тойра. Он не мог заниматься Торой, и начался бетель Тойра. Человек, речь идёт, вероятно, о людях достаточно высокого уровня, которые постоянно сидят и учат Тору. Но когда в мире происходит что-то, что приводит к страданиям человека, то он не может учить Тору, поскольку ему плохо, дикие боли, я не знаю, что ещё. Какие-то вещи, из-за которых он переживает, страдает. Соответственно, это приводит к бетель Тойру. Другой вариант, каким образом Ецергора работает на человека, это Ецергора воздействует на нефиш, на нижнюю часть души человека, для того, чтобы её лагахтия. Что значит лагахтия? Заставить, согрешить, то есть сделать неправильный выбор каких-то вещей. И вместо того, чтобы выбрать митсу, человек делает авейру. Вместо того, чтобы сидеть, он начинает бефоль, физически осуществлять какие-то запрещенные вещи. Это второй вид, который работает на авейру, Ецергоры, который работает на нефиш. И третий, который работает на нашаму. Мы говорим о том, что нашама – это очень высокий уровень души человека. И там практически ей недоступны какие-то вещи, связанные с этим миром. И таким образом Ецергора может прийти и начать воздействовать на нашаму. Говорит Гаон, что человек пытается узнать, по какой дороге ему идти, через свет жизни, который ему образуется. То есть он пытается выучить какую-то вещь, правильность своего поведения, чтобы выбрать дорогу, по которой он может идти. И в такой ситуации, как работает Ецергора, который работает на нашаму или на сейх, мы договаривались, она не дает ему выбрать правильную дорогу, что она манея дэрих минашама. Она делает какие-то препятствия на этой дороге так, чтобы человек не попал на ту дорогу, которую ему хочется выбрать. И об этом сказано Амалькселим тигеэну, ашерлоеда ла лехет эль-ир. Что труд, который делают глупцы, он их как бы только мешает им. Потому что они не знают, по какой дороге надо идти к городу. И поэтому получается, что эта цитата была из Кагэлита, поэтому получается, что человек, который ищет правильный путь, но Ецергоре не дает ему выбрать путь его жизни, то в этой ситуации это еще один вид работы, который Ецергора, который воздействует на нашаму или на сейхль, что, в общем, одно и то же в той гагбале, в той параллели, которую Гаон строит. Об этом говорит сейчас у нас Гемора Сота, с которой начал Гаон комментарий этого пасука. Гемора приводит Машаль, пример, человеку, который идет в Ишун Лайла в полной темноте. То есть, что такое темнота? Это геэдер ор. Это отсутствие света. Он идет не днем, а ночью. Отсутствие света и есть тора, который называется ор. То есть, есть человек, у которого нету торы. И у него не только торы нет, он идет в полной темноте, у него нету даже света свечи. То есть, у него в руках нету ни света торы, ни света митцвод. Человек, у которого нету ни торы, ни митцвод. Он идет и находится в темноте, поэтому он боится. Он не знает, как правильно ему жить, как правильно, что ему надо делать. Что означает понятие вот этого страха? Что все исадот, все элементы, из которых состоит человек, они складываются в три, как мы упоминали И каждый из них он рождает в человеке пхетим Вот эти вот угольки, о которых мы говорим, какие-то терновники, какие-то препятствия, которые обжигают и мешают ходить Из-за них человек очень близок постоянно к понятию хет, к понятию авейры, к понятию ошибки и преступления То есть, чем больше темнота, чем меньше у него Торы и Митсвот, тем, соответственно, он находится в полном состоянии блуждания И ближе к тому, чтобы из-за страха, что он не туда повернет и не так пойдет, он сделает какие-то авиароты, придет Лейдейхет Поэтому дает нам Всевышний три вещи, о которых говорится в этом пасуке Тора, Митсва и Мидот И это три вещи, которые его сохраняют и защищают человека, чтобы к нему не прилепился какой-то грех Как идет эта защита от преступлений, от хета, которые ведутся этими тремя вещами Тора, Митсва и Мидот Митсва В общем, любые Митсва-тасы, они как-то связаны с землей Они произрастают из земли, они очень материальны Не знаю, можно ли так говорить, что Митсва материальна, но Митсва невозможна без того, чтобы ее произвести каким-то материальным действием Если вы помните, мы когда-то обсуждали, и я, вероятно, вернусь к этому Что когда Иаков убегал от Лавана, то он переходит на Халь, Ебок Он переходит речь, как это называется, Ебок И перевозит через эту рейку всех, кто у него есть Стада, жен, детей И остается один, и тогда боролся с ним некто до восхода зари И во время этой борьбы мы говорили, что боролся с ним ангел Исава И борьба, которую они поднимали, пыль, которую они поднимали своими ногами, достигала престола славы Всевышнего У Исава была та она, с которой он пришел, требование юридическое, с которым он пришел против Иакова Что когда Исав и Иаков заключали сделку, то Исав взял себе весь Аллам-Азе, и Иаков взял себе весь Аллам-Абба Иакову принадлежит Аллам-Абба, а грядущий мир А этот мир не имеет к Иакову отношения, он принадлежит Исаву И вот во время этой борьбы, которая ведется Ангел Исава говорит, что Иаков вернулся за пахим ктаним, за маленькими кувшинами И он вернулся для того, чтобы взять их И Раша объясняет, почему он это сделал Потому что цадикам им имущество очень дорого Они не протягивают руку для воровства, потому что им очень тяжело было все зарабатывать И поэтому они не воруют, поэтому они не хотят оставлять какие-то аспекты материального мира И Ахроним объясняет, что имеется в виду, что поскольку человек в этот мир пришел для того, чтобы все, что есть в этом мире, посвятить Творцу И он должен сделать со всем, что он встречает в этом мире, цадик, праведник Должен сделать какие-то виды митсвот Поэтому они созданы в этом мире, для того, чтобы цадик ими воспользовался Валамазе Поэтому Иаков не хотел оставить чего-то Исаву Потому что все, что он оставляет, он не сможет этим сделать какую-то митсву А все, что есть в этом мире, оно предназначено для каких-то митсвот Месилат Ешарим приводит Иерушалми, который говорит Не помню, по-моему, Шар Никаион, не помню точно где Месилат Ешарим приводит Иерушалми, который говорит о том, что Человек в будущем, праведник, должен был дать Дзин Вихижбон Ответить по счетам за все, что он видел в этом мире Ему хотелось, а он не попробовал И объяснение этому, именно то, что мы сейчас говорим про Иакова Что человек должен все, что есть в этом мире, использовать для службы Всевышнего Если он прошел мимо чего-то в этом мире и не использовал для службы Всевышнего То это в какой-то степени авейропреступление И это то, что происходило с Иаков Авину Нашими праотцами Иаков Авину вернулся за Пахим Ктаним Для того, чтобы взять их и использовать для службы Творца Теперь говорит Гаон Мивильно, что митсвот Они связаны с землей То есть с нижним из первых трех Самым нижним элементом А именно земля, которая состоит из праха и воды, как мы договорились Как, например, лулав, который растет из земли Сука, который надо покрыть Сукусках должен быть сделан с тем, что гидулей карка То, что вырастает из земли И подобные вещи, которых очень-очень много Включая покрытие крови после шхиты и так далее И это то, что имеет общее название Что оно Минга Арыц Что оно вырастает, существует из земли Гаон это уже объяснял дважды В 19 главе и в 6 главе Поэтому здесь он немножко кицер Но мы это тоже говорили И я как бы восполнил то, что сказано И он говорит, что эти митсвот, которые растут из земли Растут, естественно, в кавычках Они защищают те части от тех мазикин От тех ущербов, которые могут прийти из домем и цомеах Из того, что неживая природа и растительный мир Ну, например, от некошерных видов какой-то пищи Которая связана с тем, что, например, орла Или то, от чего они отделены, трумот и маосрот Таким образом, митсвот защищают от той части незыка Которая может случиться с человеком Теавирот, которые могут прийти Растущие из воды и земли О которых мы говорим Точка Это первая, самая нижняя часть защиты, которая у нас есть Тойра, это уже не митсвот, это более высокая часть Чему она соответствует? Она Они спасают от того, тех ущербов Которые приходят минашамаем И связаны с огнем То есть с воздухом, с руахом, с эшем и так далее Это вторая часть защиты Которая приходит от каких-то вещей Которые не просто вырастают из земли А, ну, грубо говоря, от ангелов От езергора, которые уже в виде В виде Малахамавита, в виде ангела смерти и так далее Как, например, то, что рассказывается про царя Давида Который знал, что он должен умереть в шаббат Поэтому он в шаббат учил Тору, не переставая Поскольку все время, что он учит Тора Ангел смерти не может с ним справиться Тогда ангел смерти сделал так, что упал какой-то кедр Вот в это время на секунду отвлекся от изучения Тора И только тогда Малахамавит мог забрать его душу Но Тора защищает от более высокого уровня мазикинга О которых мы сейчас говорим И вот что у нас остается? У нас остается третий уровень, который Гаон назвал Медот Мы потом посмотрим, что такое называется Медот Обычно на русском это переводится как Человеческие качества, качество характера, что-то такое Медот, они указывают Они показывают человеку дорогу, по которой нужно идти И это соответствует тому, что мы назвали Самым верхним, пятым уровнем И в другой классификации Это третий верхний уровень, который называется Сейхль То есть разум Здесь есть, я не знаю, насколько я просто стараюсь не уходить от текста Гаона Но есть другое издание, где приведен Гаон в Ктафьят В рукописях вильнюсского Гаона Там это немножко другим языком написано Мне кажется, что будет лучше понять это, легче Он пишет, что Ецергора делает ущербы человеку На той дороге, по которой двигается человек В рукописи написано, что против этой Ецергора Всевышний дал нам Тору, Митсвот и Медот Поскольку каждый из этих Исадот, каждый из этих элементов, которые мы упоминали Он рожает сам по себе какие-то препятствия на человеческом пути И из-за них человек близок к тому, чтобы совершить Авейру И вот Митсвот Тора и Медот Это то, что спасает на этих трех направлениях А именно, Митсвот Это то, что вырастает из земли Это спасает от Авирот, связанный с нерастительным и растительным миром Тора Она спасает от огня и воздуха От тех Авирот, которые рождаются из огня и воздуха И Медот Это указывает дорогу жизни Показывает дорогу, по которой должен идти человек В соответствии со своим разумом И это Медот, а не связано с разумом И выбирает правильный путь человека Не знаю, как это сказать Баклалиют Вообще, в общем Правильный путь Не детализация, а именно общее направление Детализация дает уже Тора И теперь мы говорим Начинает Гаун возвращается И начинает комментировать тот кусочек Из Гимора Сота Который рассказывает о человеке Который шел в темноте И вот у него появился факел Потом появился рассвет Потом он дошел до перекрестка дорог И он говорит, что человек идет Об этом сказано Что человек, который идет по дороге в полной темноте Он боится колючек и препятствий Которые находятся на земле Что он наступит на что-то Получит занозу Уколит ногу И так далее Дальше Это защита, о которой мы сейчас говорим От домэм и цомэха Что он оступится на камни Вывихнет ногу Он оступится Наколится на колючку ядовитую И так далее Теперь Мы идем дальше Что Кроме этого Свечка спасает от хаяра От плохих животных Злых животных Это то, что соответствует уровню Который называется хай В том, о чем мы говорили И, наконец, это спасает Не только от хая Но и от листим Листим, разбойники Это говорящие люди Медабр И существуют Какие-то ошибки Какие-то препятствия Какие-то колючки И так далее Которые приходят Приходят От этих всех уровней И, наконец, последнее Он идет И уже он не боится Ни зверей Ни разбойников Но он находится В ситуации Когда он не знает Куда идти дальше Он не знает Как правильно выбрать дорогу И в тот момент Когда ему Первое, что ему попалось Это свечка Факел, который у него был Это митцва Которая называется свечой И об этом сказан Нер митцва Свеча является митцвой Митцва дает Какой-то минимальный свет И поэтому Он спасается От домем И цемеха От неживой И природы И от колючих живых И идем дальше Однако все еще Несмотря на то Что у него есть митцва У него есть свеча Он боится Животных Злых Зверей И разбойников Поскольку Рассвело Это то есть У него появилась Тора У него появился свет То он спасается От плохих зверей И от разбойников То есть от медабора Он получает Вот такой вот свет Который спасает Его от этих двух вещей Но тем не менее Он находится в состоянии Что он еще не знает Куда ему идти дальше Что у нас оставалось Третий Самый высокий уровень Или пятый В зависимости от той разбивки В которой мы находимся Что у нас остается Самый высокий Последний элемент Который все еще Не был назван Поскольку Он еще не достиг Понятия Ират Шамайм Ират Шамайм Соответствует Тому что он настоял После Дибура Гаон назвал это Сейхаль Разумом И вот Человек Который Несмотря на то Что у него есть И митцвот И Тора Он спасается Спасается от Дамэм Спасается от Самэх И спасается Даже от лести Между плохих животных Злых животных И от разбойников Но он еще не знает По какому пути Ему идти До тех пор Пока он не достигает Понятия Сейхаль То есть Ират Шамайм Сейхальм Сейхальм Это еще Это еще Одна цитата Есть много Цитат Которые Об этом говорят Это из Псалмов Из Гилем И об этом Сказано Что Тора без Иры Это как зерно Которое Без Какого-то Я не знаю Как это назвать По-русски Какого-то наполнителя Который сохраняет Зерно делает так Что зерно Не портится И вот Человек приходит На Паршат Драхим На перекресток дорог В этот момент Дойдя до перекрестка дорог То есть Он видит По какому пути Ему идти Где Какая дорога То есть Он достигает Уровня Который называется Мидот Качество Как Гаун Переводит понятие Качество Поскольку Вся книга Мишли Написана Про Аводат Мидот Про то Как работать Над качествами То объясняет Гаун Что это Дерих Хаим Тахахот Мусар Что это Дорога жизни Которая состоит Из упреков Мусара То есть Что это значит Мусар Говорит Гаун Я специально Его защитываю Потому что Есть другие Как бы Понимания И определения Мусара Как его определяет Гаун и Вильна Это то Что может Леофриш Помогает тебе Разделить Между хорошими Пытями И плохими Пытями И такой человек Спасается От всего Гаун Гнет Свою линию И говорит Что мусаром Называется То что приводит К Ират Шамаем К боязни Всевышнего И это является Дорога Которую человек Глобально Выбирает Тот путь Путь Страха Перед Творцом И путь Торы и заповедей А уже Внутри Этого Этой дороги Есть свет Торы И есть Свеча Которая является Митцвод Но человек Должен Кроме всего прочего Дойти до Перекрестка дорог И видеть В какую сторону Ему пойти Вот И он Говорит Что после того Как человек Дошел до этого Перекрестка дорог Он спасается От всех препятствий Которые у него были Поскольку он знает Какую дорогу Ему выбрать И по какой дороге Ему пойти Получается Что Нефиш Это соответствует Параллельно Макбиль Она соответствует Домэмитсамэху Тем препятствиям Колючкам Которые вырастают Из растительного мира И Всякие камни Ямки И так далее Которые находятся В состоянии Домэм Неживой природы И Спасает от них Заповеди Которые мы делаем Митцвод И это Нер И это то что сказано Что есть Циним Что такое циним Это колючки Которые являются Частью растительного мира Пахим Это угольки Это части Являются Частью Неживой природы И человек который идет Бедерих и Кэш Дорогой которая является Дорогой кривизны Кривой Кривым путем Не проторенной дорогой По которому Тора Предписывает человеку идти Которую Мальбин назвал Дерих им цаи Гаон Назвал Дерихи шарим Масилат и шарим Если человек не идет Этой дорогой То есть Он не идет Дорогами митцва И выбирает путь Который является путем Лотов Не самым лучшим путем То он Натыкается На колючки Колется Падает на камнях Ушибается Разбивает лоб И так далее Но Человек который называется Шомер на вшо Человек который хранит Свою душу Делает так Старается сделать так Чтобы его душа Осталась цельной Он хочет ее сохранить Он отдаляется От этого пути Посредством того Что он делает митцвы И идет по дороге добра И тогда он может идти Батох Он может уверенно Идти по этому пути Гемора Ксубас Приводит Аколь бейде Шамаем хуцми Пахим Ктаним Цинем пахим Гемора говорит Что цинем пахим Это не находится В руках у человека Это находится В руках у человека То есть Это кор и хом Переводит Раша в геморе Кор и хом Это температура Холодно и жарко Это находится Человек сам должен За этим следить Это Всевышний оставил На долю человека Простое объяснение Этой геморы Что Включить печку Выключить печку Открыть окно Закрыть окно И так далее Чтобы Последить Чтобы не простудиться И не хватить Солнечный удар Это должен человек Оставить у себя Это то что находится у него Но пируш Который дает гаон Этой геморе Что Он говорит так Что кор и хом Тепло и холод Это то что принадлежит И находится в руках человека И будет ему тепло Или холодно Зависит от самого человека А не от Всевышнего Каким образом Он объясняет Что Мишпат, Рашуэмбе, Гееном То что происходит С нечестивцами В Гееноме Это 12 месяцев Из них Гееном бывает Двух видов Огненный И снежный 6 месяцев Человек проводит В Гееноме Снежном И 6 месяцев Он проводит В Гееноме Который Теплый Немножко напоминает Сауну Только так Не так приятно Как я себе представляю Здесь У меня есть комментарии На Гаона Есть Гаара Такая ссылка Где приводится Геморрорешалки В Сангедрин Где это приводится То откуда Гаон это взял Что Акодыш Барагу Судит Не частиться В Гееноме 12 месяцев В начале Он их Кидает В огонь И там Их судят Дикой температурой После этого Он их На полгода Кидает В снег И то же самое Приведено В Зогаре Где сказано Что Дина Рекомендовал Всем Говорить 11 месяцев Кадыш Потому что Человек Который Говорит Про родителям 12 месяцев Кадыш Он их Махзик Как рашо им И тогда Поскольку Весь Кадыш Это миссия Уважения Родителей А сказать Что я буду Говорить Кадыш 12 месяцев Потому что Кто-то из родителей В геноме 12 месяцев Это не очень Уважать Родителей Поэтому Таспасаг Говорит 11 Или 12 Месяцев Кадыш Но Вот было Такое Завещание Цва Я не знаю Завещание Это по-русски Рафайзи Кицка Ковера Шут Беньяна Лам Где он просил Детей За него Говорить Кадыш 12 месяцев Поскольку Если есть Такое Завещание То это Понятно Что можно Делать Вот Но во всяком Случа Он говорит И Зогар И Рушал Миссангедрин И говорит Что Стам Дина Дагейном Урашоем Это 12 месяцев Из них Половина В начале Огонь После этого Еще половина Снег Вот И говорит Гаон Что это Разделение Происходит В соответствии С митсвот Осэ Которые Человек Не выполнил Обычно Человек Не выполняет Митсвот Делает Потому что Ему была лень Лень Это холодность Нету спешки В выполнении Митсвот Поэтому Наказание Мера за мера Это гейном Шельшелек Это снежный гейном И за нарушение Митсвот За нарушение Митсвот Неделай Которые Как правило Происходят Из-за того Что человек Горячится И делает То что не надо Делать В спешке Не останавливается То Мера за мера У него Гейном Соответственно Огненный И Рошоем Который нарушает И то и другое Если он Равномерный Роша То он получает Гейном Пополам Шесть месяцев И шесть месяцев Понятно Что это может быть По-разному В зависимости От тевы Человека От природы Которая есть В характере Человека Но Говорит Гаон Что это и есть Пшат Геморре Ксубас Что Циним Пахим Циним Это холодные препятствия Холодный Аверот Пахим Это горячий Аверот Что все Бэйде Шамай Кроме Циним Пахим То есть Холодный И горячий Аверот Аверот Митсва Асе Аверот Митсвот Лот Асе Которые есть Они находятся В руках Человека А не в руках Всевышнего И это то Что сказано Что человек Который не выбирает Себе Масилат Ешарим Прямой путь Путь Митсвот Торы И Медот Как мы сказали Что из этих трех вещей Гаон Он составляет Прямой путь Человека Он доходит До Паршет Драхим До перекрестка Дорог И выбирает Путь По которому Надо идти И внутри этого Пути Макпит На Торы И заповеди Если человек Этого не делает Выбирает Другую Масилу Другую Лыжню Другой Путь По которому Он идет То У него Получается Что он Все время Попадает В Пахим И в Циним В холодный И горячий Аверот И это то О чем говорит Наш пасук Что человек Шомер Навшо Который Хочет Сохранить Свою душу И не попасть На 12 месяцев Гееном А хочет Выбрать Более Такое Приятное Время Препровождение После смерти То этот Человек Шомер Навшо Ирахэк Мегэм Он должен Удалиться От этого Пути И идти По пути Мидот То есть Ират Шамайм Торы Это свет И Митцвод Это свечка Которая Спасает От этих Трех Уровнях На которые Гаон Разделил Все что Существует Внутри Элементов Человека Элементов Мира И Садот Из которых Все состоит Вот такой Вот Интересный Длинный Правда Немножко Но интересный Комментарий Гаон Привел На этот Пасук И Мы можем Перейти К следующему Пасуку Номер 6 Говорит Гаон Настав Юноши На пути Его И он Не уклонится От него Когда Даже когда Он состарится Начнем А На иврите Меня просили Чтобы я тоже говорил Ханух Ленар Альпидарко Гамки Искин Лоисур Мимену Ты должен Воспитывать Человека В юношестве Соответствии С его Путями И тогда Даже когда Он состарится Он не свернет С этого пути Мальбим Здесь Дает Такое Объяснение Момент Да Он говорит Так Секунду Слово Ханух Мальбим В комментариях Перевод Слов Он объясняет Что слово Хенух Происходит Слово Гергель Привычка То есть Приучай его Постепенно И таких Это часто Встречается У Хазаль Что слово Хенух Это приучение Постепенная Привычка Он говорит Что Биур Мусарва Хохма В основном Комментарии Не в переводе Слов А уже Комментарии Иньяна Мальбим Объясняет Что Митсва Хенуха Она делится На две части Первая Что надо Воспитывать его В юношестве То есть Приучать его Состояние детства К Шлеймуту К целостности Имбо Бадиот Имбо Масим И В понимании В знании Каких-то вещей В понимании Правильных Мировоззрения И так же В действиях И в медот В качествах Которые у него Происходят А Гаон Объясняет Слово медот Как и Рад Шамай Мы только что Видели Потому что Нужно приучать Человека В тот момент Когда он еще Молодой Чтобы он Это стало Для него Хоком Законом Таким Сто процентным Законом Настолько сильным Что Отпечаток Этого закона Остался бы У него в душе И он не мог бы С него свернуть Даже в то время Когда он уже Состарится И не так Происходит Когда начинаешь Воспитывать Человека Когда он уже Взрослый И тогда Эти законы Не впитываются В его душу И не остаются Там Как впечатанные В нее Приученные К нему И поэтому Во время Когда человек Стареет Он может Отвернуться От них И уйти В сторону Таким образом Первое Что Говорит Мальвим На что Обращает внимание Шлома Амелох В этом псуке Это то Что воспитывать Надо человека Приучать его Надо В молодости В тот момент Когда он Значительно Позитивнее Лучше Впитывает То что Ему дается И тогда Это оставит Свой след До конца Его дней И второе Что есть Есть такая Митцва Что Хенух То есть Воспитание Приучение Должно быть В соответствии С Дерихом С природой Этого человека Мне пришла Мне пришла записка В связи Со сказанным Получается Что если Читают Кадыш Не по одному Из родителей А по дальнему Родственнику Или совсем Чужому Человеку Тогда Вообще Нет Никакой Причины Сокращать Сечение Кадыша До 11 Месяцев Да Так Действительно Получается Я Знаком Не важно Сейчас С кем Конкретно С некоторыми Толмиде и Хохоми Которые Когда умирали Родственники Говорили Кадыш 11 месяцев Но просили Кого-то другого Сказать еще Один месяц Кадыш Чтобы он Не говорил Чтобы это Не было видно Так вот Неприлично И Знаю еще Одного человека Который Скажем Дети говорили Кадыш 11 месяцев А он Примерно То же самое Он говорил Уже По сестре То есть Мама этих детей Он говорил Кадыш По младшей сестре Еще Один месяц Вот И У меня был вопрос Личный К Раф Ильяшеву Зихрона Левро Раф Йосиф Шолом Ильяшеву Я спросил Если умирает Кто-то из родителей Который не соблюдал Митцво Такое К сожалению Иногда Происходит Понятно Что это человек Тинокши Нижба Но Не имеет ли смысл Читать 12 месяцев Кадыш Он мне сказал Что можно Читать 12 месяцев Кадыш Это не будет Нарушением Что сказал Тас Но не быть Шалиях Цибуром А так тихенько Где-то В стороне Не Шалиях Цибура Можно считать Кадыш В этой ситуации Но правда Он мне сказал Что это совершенно Не обязательно делать Понятно Но Что в этом Есть тиньян Я спрашивал Через Раф Мойши Ильяшева Лично Раф Если в Шолом И тогда не видел Зихрона Левро Но Раф Мойши Ильяшев Спросил папу И дал такой ответ То что ты спросил Очень похоже Окей Теперь Вторая часть Вторая часть Митсвы О которых мы сейчас говорим Что митсва Что лиханех То есть воспитывать Приучать человека Нужно альпидарко Нужно в соответствии С Дерихом С путем Ну С природой Того человека Которого мы воспитываем Потому что каждый человек Он по своей природе Создан для чего-то конкретного И разные люди Они по-разному устроены Как иногда Очень бросаются в глаза Это происходит Из диод человека Поскольку С их знаниями Есть люди Которые значительно Более умные Чем другие люди Иногда это очень Бросается в глаза А есть люди У которых Разум Есть те Которые разум Вот такой вот Острый Такой резкий Острый разум Человек может понять Какие-то тонкие детали И уловить их Очень серьезно А есть люди У которых разум Очень прямой Но не михудат Не такой вот Остро отточенный И нужно Обучать их Торе В соответствии С тем К чему Этот наар Этот подросток Годится Какому виду изучения Это то Что касается Его знаний К сожалению Сегодня это практически Очень тяжело делать Потому что Так устроен Весь мир Что все Стараются Под одну Гребенку Вести Все попадают В одну Примерно Упряжку И это Иногда Очень сильно Мешает Но Тем не менее Человек Который воспитывает Должен стараться Воспитывать Альпидарков Соответственно С тем Кого Кого Он Воспитывает Это Вдеод То же самое С Маасим То же самое С действиями Есть человек Который Он Годится Для какой-то Специальности Определенной И Для какой-то Науки Определенной И это Ему дается Очень легко И это Можно Определить Уже В молодости В соответствии С наклонностями Этого человека И в соответствии С тем Как он сам Себя ведет Как он Старается К чему у него Лежит душа Я не знаю Другого слова И нужно Воспитывать В соответствии С его Дерихом В соответствии С тем Как Какое впечатление Он оставляет На того Кто его воспитывает Что тогда Из него Что-то выйдет И это воспитание Не уйдет от него И останется Даже в старости Поскольку Это развивает Его природу И не так Если его воспитывают И приучают К тому Что К чему не лежит Его душа К чему он В принципе Не готов Изначально И Таким образом Мальбим Определяет Что в этом Пасуке Есть две Накуды Накуда Номер раз Что мы должны Воспитывать человека В соответствии С юным возрастом Когда воспитание Оставит след На всю жизнь А не воспитывать В глубокой старости Когда может Чего и получится Но Понятно И второе Что надо Увидеть склонности человека И воспитывать Пидарко В соответствии С этими склонностями А не Ломать Человека И приучать его К тому К чему К чему Он не создан И это То что я сказал Что сегодня Это достаточно Сложный момент В жизни Потому что У нас Так вот Своеобразно Устроена Вся наша жизнь Что я не знаю Насколько Это возможно Теперь у меня Есть некоторая Проблема Потому что В соответствии С какой Судьбой Под каким Созвездием Родился Этот человек И в соответствии С этим У него будут Склонности К тому Или иному Вещи К той Или иной Вещи Пример Всегда приводится Один и тот же Пример Он немножко Избит Но Гаон Приводит Здесь Тот же Самый Пример Человек Который Родился Под Мазалием Который Называется Маадим Мазалием Который Называется Марс Этот человек От слова Дам Маадим От слова Дам Кровь Человеку Будет Склонность К пролитию И соответственно Надо воспитывать Соответствие С этой Склонностью Но этот человек Может Использовать Свою склонность К пролитию Крови Для того Чтобы Стать наемным киллером, может использовать для того, чтобы сказать уманом, стать уманом или шойхитом, и может стать мойлом, хирургом, спасающим человеческую жизнь. Это, правда, Гаон не приводит. И в зависимости от того, как его воспитываешь, этим он займется. Гаон объясняет, что есть махлок из герсаот, к чему относятся понятия шойхит, потому что шойхит — это тот, кто делает митцву или нет. Нету митцвы шхита. Митцвы шхита есть только, если я хочу кушать мясо, то тогда есть митцва лишь шхот для того, чтобы кушать мясо. Но, в принципе, такой митцвы нет. Тем не менее, в герсе Гаона шойхит и моэль находятся вместе, и человек может стать шойхитом и моэлом. Это называется цадик, праведным человеком. То есть, использовать пролитие крови для митцвы. Но оставим сейчас шойхита. Моэль, понятно, что это митцва, которую делает человек, когда делает бритмилу. И он может использовать свойства того, что он родился под Моадимом, и у него есть склонность к пролитию крови, проливать кровь митцвы. Может стать таким вот бейнами, поревным человеком, заниматься кровопусканием, каким-то лечением. Не митцва, не авейра, а так вот что-то такое. Я, честно говоря, не понял, почему уман, тот, который лечит человека путём кровопускания, это бейнани, это средний человек, почему это не цадик? Я этого не уловил, но ладно. И может стать обычным человеком, который, как это сказать, киллер. Необычным человеком, а рашой, полным нечестивцем, киллером, и, соответственно, этому получится, что надо его воспитывать для того, чтобы это осталось у него до старости, а если взять и воспитывать его не на то, чтобы быть Шойхитом, Амоэлом, а для того, чтобы, ну, я не знаю, сидеть и преподавать Тора в тот момент, когда его свойства, все его тянет на кровь, то это может привести к худшим результатам. Поэтому Гаон, в общем, идет по тому, что Мальбин назвал вторым путем, и объясняет только с этой точки зрения, только включая в себя понятие Мазаль. Вот на этом я должен закончить. Шавуатов и Гутевох, и до следующих встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok